Дополнительные образования Так и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком До достижения им возраста трёх лет При этом нужно учитывать, что основной целью получения данной государственной услуги Является дальнейшее трудоустройство безработных граждан Ну и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком Поэтому Центр занятости в первую очередь старается подбирать такие специальности и профессии Которые востребованы на рынке труда С этой целью мы осуществляем мониторинг рынка труда Выявляем востребованные профессии И направляем безработных граждан на эти профессии И в дальнейшем ведём работу по трудоустройству граждан Обучившихся Центра занятости населения Какие специальности может предложить безработным жителям округа Центр занятости? В начале 2015 года мы провели мониторинг рынка труда В этом году мы сделали мониторинг в разрезе пяти лет И выявили те профессии, которые на протяжении всех пяти лет Всегда были востребованы на рынке труда Нинистского автономного округа И по этим профессиям мы и будем обучать в этом году безработных граждан Выявлено было порядка двадцати профессий Мы отобрали двенадцать самых актуальных на этот год И я могу сказать, что к этим профессиям относятся, например, воспитатель, педагог, психолог Электромонтажник по освещению и осветительным сетям Слесарь-электрик Специалист, инспектор по кадрам Мы будем учить также основам предпринимательской деятельности Будем учить поваров и бухгалтеров Это те профессии, которые регулярно являются востребованными на рынке труда округа На базе каких учебных заведений будет проходить обучение? И в какой форме? Обучение проходит на базе тех учебных заведений Которые могут предоставить в первую очередь образование по данным профессиям В своем большинстве мы должны торговать эти профессии То есть государственную эту услугу мы должны сначала в соответствии с нормами 44-го федерального закона проторговать И в этом смысле выиграть может любое учебное заведение Как находящееся в округе, так и находящееся за его пределами Но для удобства жителей Ненецкого автономного округа Мы оставляем часть финансовых средств Чтобы граждане могли проходить обучение здесь, на территории округа Не уезжая из дома И в этом случае мы заключаем прямые договоры с учебными заведениями Нашими постоянными социальными партнерами является Наринмарский социально-гуманитарный колледж имени Ваучейского Ненецкий аграрно-экономический техникум и профессиональное училище Во всех этих учебных заведениях мы обучаем безработных граждан В прошлом году открылся Центр повышения квалификаций «Лидер» И мы тоже уже опробовали их образовательные услуги Также профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование Можно получить как в заочной форме, в вечерней, например, да Так и в дистанционной форме И мы начали внедрять эту форму в 2014 году И сегодня тоже продолжаем работу в этом направлении По крайней мере по четырем профессиям можно будет получить образование дистанционно Это удобно как женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком Так и гражданам, которые проживают в сельской местности Тем людям, которые не могут выехать за пределы округа Или которым неудобно обучаться в вечернее время Ну какие это специальности? Мы считаем, что в этом году мы попробуем обучить воспитателей Мы попробуем учить педагогов-психологов и, возможно, менеджеров По дистанционным технологиям, использованием дистанционных технологий Ну, с прошлого года появилась дистанционная форма обучения Какая всё-таки форма остаётся у нас самой популярной в регионе? Я ещё раз хочу подчеркнуть, что дело здесь не в форме обучения А в тех целях, которые мы преследуем Мы преследуем одну цель – содействовать трудоустройству граждан Нинского автономного округа И в этом смысле мы смотрим, какие у нас есть категории граждан И чем мы можем им помочь, как оптимизировать процесс их дальнейшего трудоустройства И для некоторых граждан, конечно, удобнее учиться здесь Кто-то имеет возможность выехать, например, в Архангельскую область Или в ближайшие области А кому-то неудобно вообще, в принципе, отлучаться из дома Для этих граждан мы предлагаем дистанционную форму обучения Ну вот после обучения какой процент студентов, поступивших от вашего учреждения, потом находит работу? У нас есть критерий трудоустройства после профессионального обучения Процент должен быть не менее 30 Данный норматив мы выполняем обязательно Но вот если посмотреть в среднем разрезе последних пяти лет То этот процент колеблется от 35 до 70% В разные года по-разному Пока можно сказать, что самым удачным годом был 2013 год В этом смысле, там более 70% трудоустроено Но там, опять же, мы обучали не так много безработных граждан Если сегодня у нас уже речь идет о том, что мы направляем на профессиональное обучение сотни безработных То тогда направляли там десятки Хорошо, Руслан, спасибо большое Напомню, сегодня в гостях программы «Социнфо» был директор Центра занятости населения Неницкого округа Руслан Волосков Информация для пенсионеров, которые собираются ехать в отпуск по льготной дороге Отделение пенсионного фонда по Неницкому округу напоминает, что компенсацию расходов по оплате льготного проезда получают неработающие пенсионеры Это получатели трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Оплата дороги производится не более одного раза в два года При этом добираться до места отдыха и обратно необходимо только в плацкартном вагоне пассажирского поезда В салоне экономического класса воздушного судна, в автобусе общего типа, либо в каюте третьей категории речного судна При покупке железнодорожных билетов, в случае если проезд будет осуществляться в категории вагона выше, чем плацкарт пассажирского Например, скорый, купе или фирменные поезда То необходимо сразу брать справку о стоимости проезда в плацкарте пассажирского поезда Так как по разъяснениям агентства по продажам билетов ОАО «Вертес» Поморья города Наринмара Агентства в нашем регионе могут произвести расчет стоимости проезда железнодорожного транспорта только за предыдущие три месяца Льготный проезд пользуется популярностью у безработных пенсионеров округа Так, с января 2014 года по январь 2015 льготы воспользовалось более 1200 человек На компенсацию проезда было выделено около 21 миллиона рублей Ненецкий округ получит из федерального бюджета более 217 тысяч рублей На реализацию программы по добровольному переселению в Россию соотечественников, которые сейчас живут и работают за рубежом На эти меры всего из бюджета страны выделено 180 миллионов рублей Эти деньги получат 54 субъекта страны По идее властей, это даст возможность создать все необходимые условия для приема на работу в России соотечественников И в целом укрепить трудовой потенциал субъектов В Федеральной миграционной службе эту меру поддержки считают приоритетной В первую очередь она поможет вернуться на родину тем, кто этого давно хотел Но по различным причинам, в том числе финансовым, не мог Путевок на всех не хватило В этом году заявлений на предоставление путевок по направлению мать и дитя Подано почти в два раза больше, чем в прошлые годы 2394 А вот средств в окружном бюджете заложено только на 1168 путевок Согласно региональному законодательству, раз в два года дети от 4 до 15 лет Совместно с одним из родителей имеют право на бесплатное проживание, питание и лечение В этом году путевки закуплены по трем направлениям В Анапу, Кавказские минеральные воды и в среднюю полосу России Больше всего заявлений поступило по направлению на Черноморское побережье Подано более 2000 заявок, а приобретено только 800 путевок Также за счет окружного бюджета родители имеют право получить компенсацию расходов на путевки, приобретенные самостоятельно Максимальная сумма за одну путевку составляет более 52 тысяч рублей В целях экономии региональных средств администрация предлагает отказаться от этой меры соцподдержки Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Нинель Семяшкина Озвучила, что предлагается сократить периодичность с одного раза в два года до одного раза в три года Счетная палата округа также внесла свои предложения Для сокращения расходов отменить оплату лечения и питания родителей, оставив только проживание Пока это только предложение администрации, еще предстоит разработать все нормативные документы Задать вопросы и получить личную консультацию вы можете на приеме народных избранников Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Неницком округе Информирует о датах личного приема депутатов 19 марта вас ждет Алексей Детятев, депутат Совета Заполярного района 23 марта прием проводит Ольга Старостина, депутат городского совета 25 марта вас ждет Даниил Исполинов, депутат Окружного собрания депутатов Прием проходит с 14 до 17 часов по адресу Улица Смедовича, дом 20А, здание Культурно-отделового центра Арктика Вход с площади Марат Сей Телефон для справок 2-16-90 Редактор субтитров А.Семкин